Высокая скорость, хороший объем и грамотная оптимизация для ресурсоемких задач. Вот что требуется от накопителя. И неважно, профессиональный ли вы киберспортсмен или просто ценитель хороших игр. В этом видео разберем характеристики и проверим на деле накопители серии Black от Western Digital. Накопители специально для геймеров. Ведь цвет у накопителей компании это не просто дизайн. Например, накопители синего цвета – устройство для дома, для семьи, средней производительности и надежности. Зеленые VD Green – наиболее экономичные по потреблению энергии. Не сильно шустрые в плане скорости с невысоким ресурсом записи, зато довольно бюджетные. Красные – для постоянной работы в сетевых хранилищах. Пурпурные – для круглосуточной записи и безотказной работы в системах видеонаблюдения. VD Gold – корпоративное решение с высокой надежностью, объемом, скоростью, ну и ценой. А вот линейка VD Black заточена специально под игры. С хорошими скоростями, повышенным ресурсом, софтом для отслеживания состояния накопителя, ну и с RGB-подсветкой. Куда ж без нее. Серия Black довольно разнообразная. Есть и внешние, и внутренние накопители. Отличаются по характеристикам, функциям и фишкам, по назначению и сценариям использования. Ну а начнем мы с Western Digital Black P10. Это внешний жесткий диск. Обычная черная коробка с указанием характеристик, которые мы, конечно же, еще проверим. Внутри HDD в пластиковом блистере, кабель microUSB 3.0 и документация. Материал корпуса комбинирован. Пластиковая основа и алюминиевая крышка. Под ней жесткий диск со встроенным USB-контроллером на плате. Накопитель установлен на виброгасящих проставках. А немалый объем пространства по периметру наводит на мысль о хорошей ударопрочности. Прорезиненные ножки для лучшей устойчивости, индикация активности, утопленный вглубь разъем. Конструкция внушает доверие. Вес тоже внушительный – 138 грамм. Производитель позиционирует этот внешний жесткий диск как игровое решение. И предназначен он для расширения памяти в ноутбуке или консоли. Заявленная скорость до 140 Мбайт в секунду, что, собственно, на тестах и получили. При копировании большого объема данных на диск, как это обычно бывает, скорость не проседает. Но жесткий диск и гейминг сочетаются не очень хорошо. Особенно в плане запуска игры и загрузки уровня. Это скорее базовый минимум к увеличению объема. Представлены версии на 2, 4 и 5 терабайт. А если что-то более быстрое, гибкое и компактное? Конечно же есть. Мы ведь только начали. Внешний SSD P50. Все так же в черной коробке и упакован в картонную подложку. Внутри документация и сразу два кабеля длиной 30 сантиметров. Один USB-A на USB-C. Второй симметричный USB-C. Корпус SSD опять же из пластика с металлической крышкой. Из-за малых габаритов кажется увесистым. 112 грамм. И это неспроста. Накопитель внутри надежно защищен от статики и накрыт массивным рассеивателем тепла. На нижней части корпуса есть вентиляционная решетка. Не совсем понятно зачем. Индикатор активности расположился рядом с разъемом USB-C. Здесь он также утоплен вглубь корпуса. Заявленная скорость до 2000 Мбайт в секунду. Это в 14 раз быстрее, чем предыдущий представитель семейства. При копировании большого объема данных на SSD скорость не проседает. А бенчмарк выдает все, что заявил производитель. Но только при Type-C подключении. При подключении кабелем USB-A скорости падают раза в 4. Получается, что накопитель P50 это максимально универсальная штука. Хотя и довольно требовательная к поколению USB. Зато подходит для расширения памяти консоли, ПК, ноутбука, моноблока, смартфона и чего угодно еще. В конце концов, P50 может быть просто супер-быстрым карманным накопителем. Благо размеры позволяют. Да и по объему можно найти подходящий. Модельный ряд представлен версиями на 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ. Следующая модель в линейке – WD-SN850. SSD формата M.2. Вещица из разряда раз и навсегда. Комплектация стандартная. Удерживающий блистер, сам накопитель и документация. SSD выглядит довольно стандартно. Но в линейке есть хитсинк-модификация этой модели. Отличается внешним видом коробки, внутренней упаковкой, массивным радиатором, который обволакивает накопитель с обеих сторон, и небольшим участком с подсветкой. SSD M.2 можно устанавливать куда угодно, где есть соответствующий разъем. Главное – выбрать правильную модель и не перепутать. Ведь накопитель с радиатором толще, и установить его в ноутбук или под стандартное охлаждение материнской платы не всегда получится. А вот в игровую консоль модификация с радиатором входит отлично. Для этих SSD заявлена скорость 7000 Мбайт в секунду. И да, они могут работать почти в 3 раза быстрее, чем внешний SSD, и аж в 50 раз быстрее, чем внешний HDD. Конечно, чтобы получить такие скорости, нужна поддержка PCI-Express 4-го поколения со стороны материнки и процессора. Если такой поддержки нет, то накопитель едва выйдет наполовину от заявленных скоростей. А на актуальной сборке оба SSD показали результаты в синтетике, довольно близкие к заявленным. Вот только при записи большого объема на модели без радиатора были незначительные отклонения в скорости. SN850 – это высокая скорость, невозмутимая производительность и возможность установить накопитель хоть куда. Штатный радиатор значительно снижает температуру и повышает стабильность записи. Есть версии накопителей на 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Может ли быть что-либо лучше этого? Невероятно, но да. Самый солидный представитель линейки WD Black AN1500. Это накопитель в формате карты расширения для разъема PCI. Внутри коробки огромный пластиковый блистер и сопроводительная документация. Упаковка надежная. Под полностью металлическим корпусом скрыты два SSD-накопителя NS730, работающие в RAID 0 под управлением Marvel 88 NR2241. Термопрокладки и массивный теплообменник внушают доверие. По борту проходит матовая пластиковая полоса, за которой установлены светодиоды. С помощью программы WD Black Dashboard можно отслеживать состояние этого накопителя, как, впрочем, у других, оптимизировать быстродействие и управлять подсветкой. В тестах накопитель выдает небольшие просадки при записи, но в синтетике этот монстр даже превысил заявленную производителем скорость. Вместо 6500 он выдал 6850 Мбайт в секунду. И самое интересное, такие скорости можно получить даже на обычном PCI-Express третьего поколения. Отличный способ прокачать не самую топовую игровую машину без тотального апгрейда. А N1500 – абсолютный рекордсмен в линейке, если не по скорости, то по внешнему виду. Есть версии на 1, 2 и 4 терабайта. Круче могут быть только узкоспециализированные и более дорогостоящие решения. По итогу, большая и разнообразная линейка накопителей WD Black позволит расширить память в чем угодно и где только вздумается. От извечно подвижного смартфона до стационарного игрового ПК. И все это с огромным запасом скорости. Пока!